В Самаре сегодня на субботник вышли студенты СГЭО. Они привели в порядок территорию сквера экономистов и участки вокруг здания вуза, а также улицу на противоположной стороне. В этом году сквер участвует в голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году продолжат преображение парк «Воронежские озера». Благодаря активной позиции жителей здесь уже провели два этапа обновления по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Благоустроили входную группу с фонтаном и территорию рядом с храмом Святой Троицы. В этом году на территории обустроят пешеходные дорожки и газоны, установят малые архитектурные формы. По итогам марта паблик Самары ГИС занял первое место по вовлеченности подписчиков ВКонтакте в престижном федеральном рейтинге от Нью-Медиа. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам. С завтрашнего дня в Самаре стартует сезон садово-дачных перевозок. В этом году автобусы будут ходить по 30 маршрутам. В апреле и октябре транспорт будет курсировать только по выходным, а с мая по сентябрь еще в среду и в пятницу. С 20 апреля по 1 июня в Самаре изменят схему движения по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с проспектом Карла Маркса. На шоссе установят временные дорожные знаки. Автомобилистов просят выбирать объезды и заранее планировать маршруты движения. В Самарской области остаются подтопленными из-за паводка 206 частных жилых домов, 21 дачный дом, 1142 приусадебных участка и 4 низководных моста. По данным МЧС, за сутки освободились от воды 27 приусадебных участков и 31 жилой дом. В Госдуме предложили ввести для школьников 7-х и 8-х классов поездки в российские города-герои с целью ознакомления с историей. К концу этого года представят карту, где отметят маршруты и логистику. Путешествия по городам-героям соответствуют федеральному проекту «Патриотическое кольцо России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова